Христос воскресе Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего грабежи его даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего грабежи его даровав. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарим Тебя за Твою милость к нам, Господи, за все щедроты, которые окружал нас многие годы и хранил нас, Господи, в безопасности. Молимся Тебе, Господи, умудри нас принять решение, которое угодно воле Твоя. Расположи сердца иначальствующие, Господи, чтобы они презрели, Господи, на нас и сохранили нас на этом месте в мире и благополучии. А за все милости Твои к нам, Господи, славим, благодарим Тебя и поклоняем Себе, Отцу, Сыну и Святому Духу ныне пресне и во веки веков. Аминь. Собрание такое, что община наша была зарегистрирована многие годы, 30 лет. Это вторая строительная, 62-16. Но сегодня там, где жили, там уже и место, не узнает его. То есть все уже снесли, все бараки, все. Вот. Нужна перерегистрация. Это в юстиции требует, чтобы было согласие всех. Перерегистрация на том адрес, который, где мы. Фактически. Сколько лет мы здесь? С какого года? С 97-го. С 97-го. Там 3 и 24, 27 лет. В декабре будет 27. В декабре будет 27 лет, как мы здесь. Но были так адресы, никто этого не требовал. Дано и, в общем-то, по такому адресу оно как бы нет. Но это по закону должно быть. Перерегистрация юридического адреса. Да, перерегистрация юридического адреса. Там другое написано. Вот. Там другое написано. Ну, не другое, смена адреса. Все, хватит. Вот другое. Что вы там знаете за запятые? Вот с чем это связано. Поэтому сейчас староста доложит, что было какие там, что есть. Вот. Как-то обращается. Так, я попрошу гулята Севастьяна внимательно выслушить и помочь. Здесь можно выражения такие юридические поставить. Дело в том, что время идет. К нам приходил сюда этот, который глава по религиозным кутам регистрирует, Маковеев. Кажется, Валерий Иванович его в реках. Я тогда обращался к тому, чтобы сделать так, что мы же здесь находимся, а не там. Это, знаете, такая волокита. А вам зачем это нужно? Ни зачем. Ну, вот встал вопрос, что там места нету. И тут еще одно событие, а в конце скажу только про это. Мы на этой неделе вот с сестрой ходили туда. Нужно прочитать, что они дали. Очень расположенных нам. Вначале тоже так же. А зачем это? Что, когда узнали, какое дело, стали помогать. Что-то надо проверить, посмотреть, составить. А тут голосовать не за то, что согласен или не согласен. У нас выбора-то нету никакого. Во-первых, там нету, а другого нет. У нас все здесь к этому есть, чтобы быть здесь. Как это сделать? Говорит, чтобы прошло собрание. Запишут. Пока запишите так, а потом в конце печатными буквами. Вот здесь вот все это делаем. Вот видите, на бланк. Не надо, на бланк какой не пойдет. Не пойдет. Я не закончил. Вот это нетерпимость ваша. Любовь Николаевна, вам слово не давали еще. Мы что могли, переспросили, и я не слышал. Вот Льва Николаевна там все слышала. И вот какие-то бумаги дать, надо посмотреть. Потому что даже заявление надо показать. Но тут другое еще нависает. Вот эти большие здания, 21-22 этажа, они продвигаются сюда. Им очень хочется улицы эти сместить, а дальше пошли, чтобы здание. Каким это образом делается? У меня когда-то были близкие связи с мэром города, с первым, с Баварином, с Колгановым. Беседовали какое. Я подготовил, знаю. Это огромное средство крутится на этом месте. Это надо людей, во-первых, сдвинуть, дать да где-то. А уже все прижились. Я про это конкретно не говорю. Но вообще, я маленько познакомился с тем, которые строятся. Ну и картина на лицо. Наше здание, вот это, где мы находимся, территория, она одна единственная. С 17-го года советской власти, чтобы человеком, политических убеждений других, я рассчитывал с государством недвижимостью. А здесь организация была очень хорошая. Во-первых, вначале это рыбокомбинат был, а еще раньше там кому-то принадлежало. А потом отдали его в это здание и то афганцам, которые в Афгане ночевали, работали, которые там умирали. И когда началось у нас вот отсюда, они там такой бал подняли, а у него был советник у Баварина общинников. Вот Владимир тоже. И он пришел сюда и сказал, это государственная необходимость. То есть они очень, я принес все эти документы, как это делалось, в какое время, и как посылали они сюда. Его даже перефотографировали. Латкин предпочел, что. Ну, тут интересно даже просчитать. Дальше. Событие такое, что здесь лучшего журналиста избрали, Логина, золотое пиро. И вот на Латайской правде вот такая статья была, посмотрите. И там мы с Бавариной внизу. Он очень был расположен. Ну, знаете, когда меня судили, освобожден был. А потом надо как-то вернуть то, что есть. Одиннадцать лет шел в суд. Раз я реабилитировал, надо вернуть. А возвращать-то нечего. И поэтому какая-то Пшеничкина, кажется, там была. Судебный исполнитель. Я не знал, что такая власть. Она явилась как мэру города. Они сделали так. КГБ в стороне, которая арестовала. Меня арестовали по санкции Московского КГБ, МГБ. А свернули на это. Как они сделали это, не знаю. Вроде бы через них пленки эти прошли. Ответственность несет городская администрация. А в это время, в самый момент, это от Бога все было. Денег вообще нету. Она пришла и заявила. Потом она мне сказала. Пока, Сладкин, не рассчитайтесь. Арестовываются все счета на бюджетников. Ни врачи, ни учителя, ни копейки не получат. И меня сразу вызвали. Здесь Тен, этот юридист, который... Ну, сильно, очень сильно помогли. В первую очередь, это Баварин Владимирович, прокурор Края. Павел Скун, Юрий Петрич, так кажется, да? И вот они все собрались вместе. И Тен сказал так. Руки, ноги, мы лапки, но не вставим. Что со мной было, как дело. Ну, кончать надо это. Одиннадцать лет шел в суд. И тут простыневаться некуда было. И вот тогда они... Что меня интересует, вот это... Там, судья Зверева. Свидетели, которые берут Тупицын, Карманов. А когда стали давать Боголюбов, Богомилов, вот как кто-то подстроил это все. Это все в документах есть. Я внимательно смотрел, удивляюсь. Значит, они покуситься на это никак не должны. Ну, самодольство и эта штука все могут делать. Вот у нас брат тоже на него, кажется, покушались. Я не вижу, где брат Игорь. Как будто бы тоже что-то там было. Но потом приостановилось. Все это делается. Нам нужно сейчас, сегодня принять решение. На неделе мы идем, дадим документы. Мы находимся здесь и мы сразу же напрашиваемся к главе центрального администрации. Центрального района. Вот тогда, которые были-то. Ну, нет того. Новые люди. Но они тоже смотрят на документы. Документы очень важные. И столько здесь выдержек. Какие документы и как давали. И не просто давали, а с извинениями. Вот там висит у нас в коридоре. Я даже хотел, чтобы вы прослушали. Некоторые даже не знают. Так, прочитайте кто-нибудь. Игнатий Тихонович, тут написано, что нужен протокол Приходского совета. Не общего собрания. Она сказала, я слышал. Когда выходили, она сказала, собрание. Так, прочитай кто-нибудь. Собрание высшего совета. Просчитай громко. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. Внимательно. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что Крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления Баварин. Понятно, что с расположением и какое дело. Я принесу снимки, документы. Просто молиться об этом надо. Видите, у нас все абсолютно подходит. И детская, и кочегарка тут, и трапезная. Ну, как будто специально кто-то приготовил, чтобы так было. Значит, самое главное, это просьба составить документы. На бланке. И молиться. Молиться. Сами знаете, как Господи. Это первая ступенька. Дай. И поблагодарить Господи. Слава тебе. Сколько у нас здесь было радостных встреч, крещений, венчаний. Ну, это ни день, ни два. Да нигде, я думаю, не найти, чтобы священник в пяти шагах от алтаря жил. Русская православная церковь зарегистрирована управлением юстиции администрации Алтайского края 11 августа 1995 года. Номер 23. Адрес. Город Барнаул. Улица 2-я. Строительная 62-16. Крестово-Сдвиженская община. Престольный праздник 14-27 сентября. Краевое управление юстиции Алтайского края. От Лапкина Игнатия Тихоновича. Такого-то года. Адрес прописки такой-то. Прошение. Просим выдать наш документ с печатью, подтверждающий, что наша Крестово-Сдвиженская община находится по адресу город Барнаул, улица Ползунова 6. Справка требуется для главы администрации центрального района города Барнаула. Дата 8 мая 2024 года. Подпись Лапкин. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Подожди, сейчас. Вот эту статью, вот эта Баварина, тоже ознакомить. Вот эта вот свободная курса, она уменьшена, размер был больше. Просчитай один раз. Вот эти пределы, как я... Огромный сейф, я на нем руки разложил. Просчитай слух. Видно, нет. В начале марта в Краевом суде первой инстанции должен начаться беспримерный по сумме иска процессы. 7,5 миллиардов рублей. Случай удачи получит от администрации железнодорожного района Барнаула Игнатий Лапкин, христианский проповедник, известный на Алтай своей непримиримой жизненной позиции и неукротимой религиозно-просветительской деятельностью. Победитель получает все? Вопрос. Миллиардов и 100 сумм, которые в будущем оценивается изъятая у Лапкина при аресте 9 января 1986 года. Фонотека. На магнитофонные пленки были начитаны Библия, 12 томов житей святых, 12 томов жития Иоанна Златоуста, антология религиозной поэзии за 300 лет. Для оформления подобрана музыка, в записи участвовали артисты. Объем труда – 2000 часов. Так как подшить к антисоветской агитации богословские труды было нелегко, то подобрали 157-ю статью в административном кодексе запрещения тиражирования и конфисковали пленки. Именно поэтому отдуваться за грехи коммунистической власти приходится сейчас администрации. Освобожденный в 1987 году Лапкин стал требовать от властей возмещения ущерба. Он оценил фонотеку по государственным, установленным на краевом радиорасценкам, запись, перезапись, составление программы и с тех пор только делает поправку на инфляцию. В 1989 году он был согласен отказаться от денег, если взамен коммунисты выдадут ему бумагу с печатями крайкома КПСС и текстом «Мы признаем, что КПСС – человеконенавистническая партия, обманом пришедшая к власти, уничтожавшая свой народ». Вот это вот. Соглашался. Не под каким видом. А когда партию запретили, они сразу сообщают, а тут мы готовы, я говорю, так не надо, ее нет. Кто будет приносить уже? Коммунисты почему-то отказались. В 1994 году, когда сумма иска составляла немногим более миллиарда, железнодорожная администрация предлагала 32 миллиона и расходимся полюбовно. Но Лапкин любит Джека Лондона, у которого герой одного из рассказов говорит, «Победитель получает все». То, что Лапкин – победитель, признали уже даже и власти, возместившие ущерб по уголовным статьям. Теперь вопрос в том, получит ли он все, все, все 7,5 миллиардов. Куда направить деньги, Лапкин знает. На возрождение родного села Потеряевка, что недалеко от Ребрихи, на трактор, комбайны и стройматериалы. Сергей Корченников – учебник. Это только одно, а когда в другую это прочитают, это все я прилиплю туда, документом. Просьба, чтобы, ну я не знаю никого начальствующего, это вот плохо, чтобы Господь усмотрел расположение. А если они будут против, на этом мы не остановимся никак. Вы самого главного начальника знаешь? А? Самого главного-то знаешь же начальника? Ну, кого? Президент? Под властью как-то, да при чем президент? А кого? Господь. Ну вот, никого вы не знали. Да? Вот мы считаем, допустим, если бы не было подписываться к общению, какие прекрасные статьи были написаны. Представьте, найти надо сейф такой. Руки раскинуть. Ну, эту газету вы не будете считать, потому что вот где-то мы с Баварином стоим. Немножко хотя бы вот здесь вот посчитай. А, вот я. Предварительно вот это вот. А потом дальше, послушайте. Лавкин предпочел храм недвижимости. Известный в крае проповедник Игнатий Лавкин, не единожды страдавший из-за своего мировоззрения, на сей раз не только добился справедливого разрешения собственных проблем, но и получил признание властей. Недавно официально в качестве возмещения материального ущерба Лавкину передано зданием в Барнауре. Однако этот шаг не просто правовой акт. В письме к Игнатию Тихоновичу, глава городского самоуправления Владимир Баварин, пишет, Ваша просветительская деятельность, безвозмездный труд по воспитанию молодежи чувств патриотизма, любви к ближним, Ваши беседы и проповеди достойны уважения. Однако не сразу все случилось. История признания заслуг достаточно противоречива и непроста. Видите, тут большая статья, это только надо, это центральные газеты, и они на все пошли. Ну, времена меняются, но, не знаю, я как-то хотел сказать, что делаем, нас не будет. Ну, так, мысльно, прикиньте, 100 лет. Ну, ни одного нет, это уж ясно. 50 лет там. Кого спрашивают? А нас не будет. Ничего не останется, это смахнут. Останется только то, что... Эти души. О, рухности не горят, как Булгаков сказал. Вот оно здесь. Это в библиотеках мира. Вот мне сам запомнилось, в Дании когда были, а там, которые принимали, я, говорю, долго учил их язык, а теперь принимают. Показал, а видите здание? Это Харалевская библиотека. Сегодня книги ваши уже там будут. Поэтому уничтожить никак. Вот то, что сейчас мы выпускаем, и все находятся в Центральной библиотеке Российской Федерации. Называлось Ленин, а сейчас Центральная библиотека. Слово Ленина выбросили. Дальше. Историческое и... Ну, так... Их совета какое там называется еще. Три копии, три комплекта полностью, там всегда наши люди есть, которые там относят. Там тоже не исчезнет. Не исчезнет что, если жизнь прозрится на земле. Поэтому надо помолиться, чтобы через это Господь как-то повлиял. Вот, все. Вопрос. Я, наверное, что-то упустила. То есть, вы пошли менять адрес юстиции. Юстиция что, отказала вам? Или что? Нет. Почему вы идете в администрацию с этим пакетом документов? С какой целью? С той, чтобы показать, что мы здесь находимся. А они не верят в это? Да у нас не было, только вторая строительная была. И там, где сейчас писать, будут обязательно указать вторая строительная, 62-16. То есть, они вам не отказывают перерегистрации? Нет. Не перерегистрация, место на каждом месте. Ну, все, давайте тогда голосовать, и все, и собрание, протокол, чтобы Марина написала. Все. Можно сказать? Пускай скажет, Любовь Николаевна. Прояснение можно сказать? Прошу прощения, за ту же дай мисточку. Ну, прояснение такое. Изменение адреса нужно, потому что райство этим уже здесь не существует. Так, делается, юрист помогает, это все заявление. Заявление заявляется у нотариуса, госпрошенному тратителю. Ну, это там уже не идет. Вот это будет делать. Все. Это будет делать себя с тем, потому что, все остальные документы, предварительные, регистрации всего, и должен помочь, что ты юрист. Меня, своим образованием, тут я не есть. Я сто раз никто и не... Я только... Вы конкретно по делу, что-то... Все, по делу я сказала. А вот я... Бесплатно, без регистрации, только адрес. Я Володе скидывала такое, он сказал, что, не знаю, переслал он вам или нет, это уже давно было, что... Мы здесь с 97-го года, помните, да, с декабря месяца вот эта статья все вышла. А в интернете, кто зарекнул на этом адресе, вот смотрите, информация свежая из интернета организация, обособленное подразделение Алтайской краевой совет, ОСВОД, зарегистрирован 27 декабря 2002 года, видите, да? По этому адресу. По адресу 656-056, город Барнаул, улица Ползунова, дом 6. Компании был присвоен ОГРН и выдан ИНН. Это ее... Вот это, кто юстиция, наверное, дает эти номера. Основным видом деятельности является деятельность прочих общественных организаций. Возглавляет председатель СИСУЕВАВ. Председатель... Надя вам говорит, что на... Даже если они закрылись, как они могли в 2002-м здесь зарегистрироваться, когда мы здесь с 97-го? Да. Кто-то зарегистрировал здесь? ОСВОД. ОСВОД во втором году зарегистрировал. Может быть, они сейчас уже сняли эту регистрацию, но как они могли во втором году здесь зарегистрироваться, когда пять лет уже мы здесь... Ну, на это не будем смотреть. Никак. Они получили здание там лучше в 10 раз. ОСВОД. Это не Афганцы. Они даже не будут инфекции. ОСВОД. ОСВОД. Это их дело. Никак. У нас документы сейчас выпадают. Не старые. Она вот прям... У нас документы за подписью главы администрации там сколько было? Я не против. Вы собственные. У вас документы на право собственности. А у них документы на регистрацию общественной организации. Не прописка. Они здесь не прописаны. Ну, это надо проверять, ходить там... Они бы сказали это, естественно. Я туда дальше и лезть не хочу. Нужно написать, что написали и дальше идти что там, заверить, как. А кто-то написал только делов-то. Да никто-то... Ну, они регистрации и все это юридически заверено. Ну, ну, никуда. Ну, что? Нет, они, может, уже сейчас сняли. Может быть, а может и нет. Надо это уточнять все равно. Когда вы начнете регистрироваться на этот адрес, кто выплывет, кто на нем зарегистрировался? Вот документы. Вот видите, как печатано, что за нами все это счастливается. Ну, и сейчас процитировано тоже документ. Два документа. Поэтому нужно уточнять это. Но когда пойдете, там, кто-то выручится, Все предложено. Чтобы кто-то другой за это мальчик. Вот документы, которые... И больше всего. Посчитай. Там увидишь 6 и 6, а? Постановление железнодорожного района Сухиев права Лавкин-Текекса Сухиев права Собственность Жилой дом Тихо. Площадь 160 квадратов Так, Катастро Так, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Ползунова, дом 6. Все. Все. А на другой стороне Другой уже. На 6, а? Нет. Ну там еще у нас У нас документы. Тоже 6, а Все правильно. Тоже Появились Собственность У меня Тоже Лавкин-Текекса. Там ничего не делать, Кроме того, Что нам в юстиции сказали. Провести собрание? Ну ладно. Все. 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 Ну хорошо, Что еще надо? Это дело на новой инспекции. Там медицинские лица. Ну что, Голосовать или что надо? Или просто... Не надо голосовать. У вас, от Соля, Тут у нас выбора-то нет никакого. Ну да. Дело потому, что я обращался, А у него звание тогда было полковник. Он ушел на пенсию. Меня убедили. Ну все убедили. Да не надо это. Вас тревожит? Я говорю, нет. А сейчас тревожит. Ну и поэтому обратились. И они первый раз нас видят И очень расположены. Аминь. Из кабинета в кабинет Забегали, Достали все там и все. Вот что, Любовь Михайловна Габриевна Вот это делать. Я бы ничего не слышал. Так, на стиле лежит Артас. Я вам кто-нибудь не брал. Берите. Это священный посадник. Я бы сейчас сходил на рассмотрение. Вот это у нас. Это очаг. Дай же, Так, у меня маленький вопрос. Надо братья. Так, вопрос. По слову братьям. Я говорю к братьям. Мы идем к брату. Вы не трогайте братьев наших. Во время собрания. Все, представь. Братного вопроса. Володи нету. Меняется многое. Суббота, воскресенье. Я говорю, проповедь. Надо кто будет снимать, а кто будет читать. Кто будет читать, должен хорошо знать Библию, нигде, чтобы не искал пальцами. Там закладки я кладу. Так, кто согласен? Второй вариант. Если вы так вот будете молчать, значит, аппарат направляешь, и сразу становишься рядом. Ты знаешь, какая книга Библия. Везде закладки. Согласен? Так, кто, допустим, в субботу или когда? Через две недели у нас где проповеди? Вот так. Ну все. Ангелы переосуя. Ангелы переосуя. Памятник, нечистое, Дело, радуйся, Ипаки реков радуйся. Твой Сын воскресе Три Дневина в гробах, И мертвые воздыхнувые люди, Веселитесь, Святись, Святись, Новые Русанили, Слава Бога Господня, На Тебе воссия. Легко и ныне Веселиться сегодня, ты же чистая красавица, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Просим тебя, Господи, благослови это дело, Господи, чтобы было оно по воле Твоей, Святой Господи. Расположи сердца и начальствующие, Господи. Тебе слава, благодарение, честь и поклонение. Я по этому делу обращался и при Халганове. Городская администрация ответила, никаких перестановок, строительство не будет там. Что уже было принято, видимо отменили сразу. Так что у нас... Здесь не будет? Здесь уже, здесь было. Уже посевать. В случае они могут только... Вот, Николаевна, где? Предоставь где-то эту же площадь, скажет, на другом месте вам дадем. Да не надо, другую, зачем это говорить? Я говорю, что могут такое быть. И, главное, люди, соседи приходят, меня спрашивают. Вы слышали, соседи? Я говорю, слышать-то слышал, но отказали им тогда. И сейчас подходят, спрашивают. Ну, пожалуйста. Ключи с тобой, да? Ключи с тобой. Так. А я хочу, старо, скажи, как-то на важный год.